Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квадратный метр» в студии Анастасия Петраш и сегодня в выпуске. Почем нынче «Квадратный метр» жилья в Амурской области? Где появится новый школьный стадион? И каким будет новый памятник строителям БАМа? Об этом и не только поговорим в ближайшие минуты. Не переключайтесь! Минстрой России оставил стоимость квадратного метра в Преамурье на уровне прошлого года. Таким образом, цена квадрата жилья в области в первом квартале составит около 43 тысяч рублей, сообщает российская газета. В целом, по Дальнему Востоку сегодня по уровню цен на жилье Преамурье на четвертом месте. В первой тройке – Чукотка, Еврейская автономия и Магаданская область. В среднем по стране стоимость квадрата составляет 37 тысяч рублей. Эксперты же утверждают, рыночная цена может быть выше официально утвержденной. К примеру, в четвертом квартале прошлого года квадрат жилья в Амурской области стоил в среднем на 10 тысяч больше. Срок конкурсного производства по делу о банкротстве компании «Горизонт» продлен еще на три месяца. В связи с решением вопроса о возможности заключения мирового соглашения, судебное заседание по делу прошло на днях 23 января. Напомним, Благовещенская компания «Застройщик», занимавшаяся строительством в Чигирях, около трех лет назад была признана банкротом. В отношении нее начата процедура конкурсного производства, которая не завершилась до сих пор. Кроме того, в отношении гендиректора компании «Горизонт» Алексея Хижинского возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под домашним арестом. Следующее заседание запланировано на 10 мая 2017 года. Темпы строительства в Преамурье упали почти на 20% в сравнении с 2015 годом. Тогда амурские застройщики и сами жители возвели более 261 тысячи жилых квадратов. В 2016 для сравнения всего 212 тысяч. В столице Преамурья сдано в эксплуатацию больше половины жилья от введенного по всей области. В целом строители увеличили жилфонд города на 123 тысячи квадратных метров. На втором месте город свободный. Тройку лидеров замыкают Белогорский и Благовещенский район. На 10 территориях области ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками. В областном правительстве прошло очередное заседание штаба по строительству трансграничного мостового перехода через реку Амур. Подобные заседания проходят еженедельно. На них специалисты рассматривают актуальные вопросы возведения одного из самых масштабных проектов. В настоящее время идет работа по оформлению банковских гарантий договоров банковского сопровождения. Решен вопрос предоставления земельных участков под строительство, рассказали на совещании. Скоро будут получены результаты экспертизы на проектно-сметную документацию. Заключаются договоры по энергообеспечению проекта строительному контролю, договоры на формирование закрытой зоны строительства. Правительство Амурской области, лично губернаторов, которого возглавляет штаб, мы контролируем ситуацию. Несмотря на то, что созданы на сегодняшний день операторы, это совместная компания, это филиал Благовещенский, совместная компания, подписаны контракты на строительство моста с подрядными организациями, но очень много остается вопросов, в том числе и тех, которые зависят от решений правительства, такие как предоставление земельных участков, разрешительная документация. Как отметила Марина Дедюшко, в проект трансграничного моста не вложены бюджетные средства, в личные деньги китайского банка, заем которых оформлен совместным предприятием. Несмотря на это, требования к подрядчикам высокие, проект стратегически важен для обоих берегов Амура. В настоящее время экономика нашего региона все больше ориентирована на развитие туристической индустрии, и не пользоваться соседством с таким туристически выгодным партнером, как Китай, нельзя. Благодаря автомобильному мосту увеличится и грузопоток, причем это важно не только для Амурской области. Поэтому автомобильный пункт пропуска на сегодняшний день и вместе с автомобильным мостом, это будет очень удобная логистика для въезда, это увеличение скорости, удешевление стоимости въезда. Это вот в первую очередь на что мы на сегодняшний день реально можем рассчитывать. Кроме того, этот мост, безусловно, нужен для региональной экономики, и региональной экономики не только Амурской области, но и сопряженных с Амурской областью субъектов, в первую очередь, это Якутия. На строительство моста потребуется 19 миллиардов рублей, 15 предоставит российская сторона. При этом в области появится 1700 новых рабочих мест для строительства перехода, а также еще 300 человек будут задействованы в производстве строительных материалов. Анастасия Петраж, Дмитрий Сгибнев, Первый областной. В феврале пустятся в плавь, свободные, готовятся к сдаче главного спортивного объекта последних лет – бассейна. Строить его начали в 2013 году, и вот спустя три года он практически готов. Сейчас специалисты хотят проверить все оборудование, коммуникации, чтобы в будущем не было никаких мокрых сюрпризов. Как велась стройка и как сейчас выглядит будущая спортивная жемчужина свободного, расскажем далее. Грандиозный спортивный объект в 4000 квадратных метров. Проект поистине можно назвать уникальным. Единовременная пропускная способность комплекса – 136 человек. Отмечу, сначала здание должно было выглядеть несколько иначе, но чем дальше, тем больше оно видоизменялось. В итоге на огромной площади, которая будет полностью использоваться, разместили залы для борьбы, гимнастики, настольного тенниса, игры в шахматы и шашки, а также целых два бассейна – взрослый и детский. Маленькая чаша бассейна, которая называется детская, она 10 на 6 размером, 60 квадратных метров и глубина у нее до 1 метра. Большая чаша 25 на 11 и глубина в самом низком месте метр 20, в самом глубоком месте метр 80. Кстати, детский бассейн здесь появился не случайно. Из-за него даже площадь объекта пришлось увеличивать. Все построено со строгим учетом санитарных норм, рассказал мэр города Роберт Каминский. Она по Санпину должна быть, во-первых, на втором этаже, и там должна быть другая водоподготовка. Вода должна быть теплее для детей, более обеззараживаться должна качественная вода. Это нужно в городах для того, чтобы детей обучать плаванию. То есть, если, допустим, бассейн чисто для взрослых, вот в Благовещенске такие есть бассейны, в МГУ, допустим, там студенты, там не нужно детей обучать плаванию, поэтому там всего одна ванна и бассейн получается в два раза меньше по размеру. Настоящая фишка этого спортивного комплекса – наличие двух раздевалок для футбольных команд. Их тоже спроектировали позже, чем появился первоначальный проект. Тем временем в бассейне предусмотрели буквально все, помимо вещей глобальных, например, системы вентиляции и отопления. С умом подошли и к внутренней и внешней отделке, оснастили здания различными удобными гаджетами. То есть, у нас номерочки на каждом шкафчике, и на вахте тебе будут выдавать номер, он будет твой, ты подойдешь сюда, откроешь шкафчик, в котором ничего нет. То есть, там здесь будет ключик, да? Да, открываешь его, развешиваешь все свое белье, переодеваешься, закрываешь, спокойно идешь купаться. Построить столь масштабный проект смогли за счет средств федеральных, региональных и денег муниципалитета. Теперь здесь практически все готово, и в скором времени комплекс откроет свои двери для посетителей. Все жители города спрашивают, как туда попасть, когда он откроется, первое, а второе, как туда попасть. Когда откроется, мы уже сказали. Здесь, конечно же, будут абонементы, могут предприятия выкупать абонементы. Будет разработано специальное муниципальное положение, потому что это будет муниципальный объект, не частный, естественно. Он будет работать в интересах всех жителей нашего города, в том числе для школьников, которые, как положено в уроках физкультуры, будут проходить и учиться здесь плаванием. Обучать плаванию будут тренеры. Их, кстати, планируют пригласить и из других населенных пунктов. Для школьников и спортсменов занятия в бассейне будут бесплатными. Остальные смогут приобрести абонемент. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной. Амурские общественники написали открытое письмо Владимиру Путину. В нем они обращаются с просьбой главе государства в содействии размещения в пустующем здании горбольницы реабилитационного центра для детей-инвалидов. Послание отправили 17 января экспресс-почтой. И, как нам рассказали в Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов, источник, оно уже доставлено в приемную президента. Напомним, как раз сейчас в областном правительстве обсуждается судьба здания. Власти отметили, что самая старая из них, которая 117 лет назад была построена как больница общины сестер Милосердия Красного Креста, сносить не намерены. В ряду неоспоримых преимуществ здания в письме было отмечено, что реабилитационный центр будет находиться в центре города Благовещенска. Рядом в шаговой доступности расположены культурные, оздоровительные и физкультурно-спортивные учреждения, инфраструктуру которых и специалистов можно максимально использовать в процессе реабилитации детей-инвалидов. Еще у одной школы Благовещенска появится современный стадион, новый спорт-объект, проект которого уже разработан, планируют возвести на территории 14-го учебного заведения. На данный момент на школьном дворе существует стадион, но с течением времени он пришел в ненадлежащий вид и утерял свою функциональность. Поэтому уже этим летом в администрации Благовещенска планируют приступить к строительству нового стадиона. Работы должны завершиться к 1 сентября. Спортивный объект построят на средства городского бюджета. Планируется, что стадион будет включать в себя футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, яму для прыжков в длину, полосу препятствий, беговую дорожку и другие компоненты. Главным элементом станут и новые трибуны для болельщиков. Напомним, за последние несколько лет новые стадионы уже построили на территориях школ номер 15, 5, 17 и 23. Оборудование Благовещенских школ новыми стадионами планируется продолжить и в последующие годы. Жители Тынды смогут самостоятельно выбрать место для установки памятника первостроителям БАМа. Уже в феврале на официальном сайте мэрии будет открыто онлайн-голосование, где жители северной столицы смогут оставить свои пожелания. Первая скульптура, которая уже установлена на станции БАМовская, символично отражает вехи строительства Байкала-Амурской магистрали, которая началась в 1932 году. Архитектурная форма состоит из тачки с грунтом, лопаты, кирки, головных уборов заключенного, сотрудника НКВД и БАМовца. Практически такой же памятник будет установлен и в Тынде. Сейчас-то идеи поддержаны. Я думаю, что в эту композицию добавится еще элемент, присутствующий уже на современной стройке, которая у нас, на нашей памяти, в памяти моего поколения. Это будет еще гитара. Гитара и на тыльной стороне гитары будет, как раньше это применялось, какие-то рисунки там делались, и будет железнодорожный путь от станции БАМовской с нанесением поселков Аносовская, Беленькая, Мурдегид и Тында. То есть БАМовская Тында. Вот как дорога. Мне кажется, это символично. 100 тысяч рублей придется выплатить 32-летней жительнице Уссурийска за фиктивную прописку. Предприимчивая женщина за 8 месяцев в заброшенном здании прописала более 9 тысяч иностранных граждан. Теперь ей грозит крупный штраф. На этом у меня все. Смотреть наши программы вы можете на Первом областном канале, а также в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. А пересматривать понравившиеся выпуски можно в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobel.tv. Я же с вами прощаюсь. Пусть ваше жилье будет комфортным во всех смыслах, а возвращаться домой будет всегда приятно. До свидания и до новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!